О ночных перебоях с водой Димитровградцы уже не в первый день пишут на портале 3сосны.рф. Люди уже устали жаловаться в разные инстанции. Реально наболело. У меня такой график работы, что раньше 12 и домой не могу попасть. И вода в водопроводе ровно в 12 превращается в тыква. И так продолжается уже больше полугода, если не год. Ленина за восходом тоже самое звонила в управляющую компанию, еще когда жарко было. Там сказали, что это из-за жаркой погоды, и как только похолодает, все будет хорошо. Но вот как-то нехорошо совсем. В основном вода пропадает по ночам. Особо заметно это в домах на улицах Курчатова, Славского и Гвардейской. Все же самая сложная ситуация на улице Королева. Здесь перебои с водой не только ночью, но и днем. И такого перебоя с водой я вообще нигде не встречала. Я жила всю с гордостью, всю свою жизнь. Здесь какая-то вообще беда просто-напросто. Вечером приходишь, воды вообще нет. 12 часов ее отключают, холодной воды нет. Я работаю посменно, прихожу домой. После 12 мыться нечем. Во время работы нашей съемочной группы вода была. Однако хозяйка-квартира заверяет, это скорее исключение, чем правило. Вот это идеально еще. А бывает, когда напор вот такой. Как стирать, когда вот напор такой воды? Не стирать, не помыть посуду. А помыться уже речи даже нет. В управляющих компаниях на жалобы людей отвечают. Вопрос не к нам, а к поставщику данного ресурса. В соцгороде это не аргенерация. Здесь нам пояснили, что воды попросту не хватает. Большую часть используют жители частного сектора, поливают свои участки. Сказывается также износ коммуникаций. Поскольку водовод, который строился вместе с неаром в 60-х годах, уже несколько физически, морально и устарел. И сейчас вот наступил, видно, тот период, когда начинают выходить одна за другой скважины. Вместе с тем, в ближайшее время проблему обещают решить с помощью нового водовода. Принято решение, что водовод Горка, который уже сдан и построен, должен быть передан нам до конца года. И после этого горожане, жители Перамвайского западного района, проблем с водой испытывать не будут, надеюсь, никогда. Запуск горки намечен на конец этого года. Кемран Качимайкин, Виталий Немов. Наше время.